Поехали. Приветствую, друзья, Роман Газенко, собственной персоной. Пришёл, наконец, дождался, друг мой любезный. Рад вас видеть, друзья. Прошу прощения за долгую паузу. Снимал очень тяжёлый фильм. И вот с чем я хотел бы... Как фильм называется? Ты скажи, чтобы... Фильм называется «Защитник». Пока ещё не определились с эфиром, но это отдельная история. И вот с чем я хотел бы с вами сегодня поделиться. Вот такое интересное выражение пришло. Чтобы получать, надо излучать. Вот эта обратная связь, которая лежит в основе наших взаимоотношений со Вселенной, это, наверное, то, что Хасай называет творчеством, но есть... Созиданием. Созиданием, да. Ну, кстати, созидать – это совместно ставить вертикально. Вертикально. Да. Что это значит? Корневая лингвистика. Зиждется, да, то есть это то самое. Я не мешаю, вы понимаете, потому что я обычно перебиваю вопрос с вами, а сейчас не буду, буду молчать. Смотрите внимательнее. Мы хотели бы с вами провести встречу, на которой я готов вам показать, как действует то, что именуется нашим полем. Но это не биополе, как у экстрасенсов, не электромагнитное поле. Семантическое ты имеешь в виду. Я это знаю, потому что я учился в романе. Есть такое понятие «семантическое поле». Каждое слово обладает этим полем, то есть ретранслирует на пространство свои ключевые признаки. Любой предмет в нашей Вселенной обладает таким полем, начиная с атома, предположим. У него есть определенное поле, он ретранслирует признаки свои, которые лежат в основе так называемой валентности. То есть, когда атомы могут сочетаться или не сочетаться, и тогда складывается вещество или происходит какая-то реакция, ну, скажем, несозидательная. То же самое и слово. Слово — это очень предметное явление, поскольку оно обладает материальной формой, будь то акустическая форма или графическая, как написано. Слово может сочетаться с другими словами, может не сочетаться. И вот характер этого сочетания, он в нашем сознании, прошу прощения, неосознанно, отражается определенным образом. Ну вот сравните. Человек разумный или разумный человек? Чувствуете разницу? Ну, если почувствовали, но не осознали, мы ждем вас на нашем семинаре. И самое главное — поле... Не могу удержаться. Человек разумный — это вот философская категория, извини. А разумный человек — конкретный человек, да? Да. И тут возникает оценка. Так... А оценка — это уже так называемая коннотация. Ну, сейчас это слово стало модным. Люди употребляют его, не понимая, что такое. А коннотация — это невербальная оценка сказанного. То есть это эмоциональная оценка. Это... Вот я обожаю, когда Роман мне рассказывает такие вещи. Я недавно просто понял, что это такая кладезь знаний, потому что вдруг мне Роман рассказывает такие вещи, о которых я даже и не предполагал. Я поэтому хочу, чтобы вы быстрее пришли к нам на вебинар и задавали там вопросы, и тоже удивлялись. Сначала послушали, а потом удивлялись и задавали вопросы, да? Я... Как я, вот сижу и задаю вопросы. Я думаю, да, и считая себя, ну, тешая себя мыслью, что я являюсь учеником Хасая, я хотел бы... Мы друг друга учили. Конечно, каждый, кто во что нравится. Ну, вот этот кладезь, да, кукушка с петухом, на самом деле это не так. Это на самом деле правда. Да, и я хотел бы показать, как по методу Хасая реализуется наше с вами семантическое, если угодно, творческое поле. Каковы там принципы? Каковы принципы взаимодействия с другими людьми? С холстом, с экраном... Или с головеской совместной мысли. Да, с экраном компьютера, с пустым листом бумаги, с задачей. Как это всё работает? А самое главное... Как с людьми можно подружиться с теми, с кем бы ты не дружил? Там может быть такое... Естественно, существуют тоже принципы и методы. А самое главное, как начать взаимодействовать с собой? Как подружиться с собой? Познай себя, сказал ещё когда-то кто-то. Гераклит или кто-то, Евклит или кто-то сказал. Вот я сейчас скажу. Тут у меня где-то записано специально, мне кто-то прислал такой лоскуток мудрых мыслей. Где-то, где-то... Ой, не могу найти, но долго искать. Вы, пожалуйста, напишите. Если вы вдруг вспомните, напишите там комментом, кто это сказал самый первый из самых греческих. Ну, кстати, самый первый говорить нельзя, потому что первый – это уже самый. Ладно, друзья. На самом деле, Луковый Хасай, конечно, знает, кто это из рек. Это просто... Это я завлекаюсь. Да, это вам завлекалочка. Я раскрываю вам секреты драматургии как режиссёр. До встречи, друзья. До встречи.